Члены избирательных комиссий приезжают и на дом, и на работу. Доставляют лишь один бюллетень, в котором спрашивается, поддерживаете ли вы вхождение республики в состав России на правах субъекта федерации. Сделать свой выбор смогут те, кто приехал в округ из республик после 2014 года. Бюллетень вам выдаём. Вы за или против. Можете отойти там проголосовать, бюллетень сложить. Родители 19-летней Дианы решили остаться в Донецке. Тогда девушка сама перебралась в Нефтьюганск пару месяцев назад. Говорит, что возможность сделать сегодняшний выбор ожидали всей семьёй очень давно. Радость, потому что мы очень давно этого ждали. Очень давно, на самом-то деле, на протяжении всех этих восьми лет ждали этого события. Поэтому, конечно, я рада. Я довольна, рада, что я сюда приехала. Мне здесь очень нравится. Планирую остаться. Мужчина приехал из Мариуполя этим летом. После сбора необходимых документов получил гражданство. А после смог устроиться на любимую работу в мебельном цеху. Говорит, что хоть и обрел новый дом, но голосование не мог пропустить. Да, однозначно. Столько времени ждали. Скажем так, дождались. Уже здесь, не там хотя бы, но уже здесь. Да, и то хорошо. С 2014 года кричали «Россия! Россия!» Сразу на гражданство и жить. Я приехал жить, работать. Сейчас вот там подрабатываю. Да, в нашем доме сидеть. Стоит отметить, что все члены и председатели участковых комиссий – представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Харсонской областей, перебравшиеся в округ. Территориальные избирательные комиссии оказывают содействие в проведении референдума. Предоставляют переносные стационарные ящики, кабинки и сейф-пакеты. У избирательной системы Ханты-Бансийского округа уже есть большой опыт такого оказания содействия всем избирательным комиссиям по выборам, например, Молдовы, Узбекистана, Киргизстана. Поэтому и сейчас, как только поступила информация, мы понимали, что нужно сделать. Когда поступил запрос оказать содействие, мы были готовы. До 26 числа включительно будет работать выездное голосование. А 27 сентября в округе будут открыты избирательные участки для тех, кто изъявил желание сделать свой выбор, но не успел оставить заявку для заочного голосования. Избирателей будут ждать в трех городах – Ханты-Бансийске, Нижневартовске и Сургуте. Алина Морозова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».